Всем привет, вы на горовом канале Паша Кинга, и сегодня с вами начнём проходить Doom 3. Тот самый оригинальный Doom 3 2003 или 2004 года, не помню точно. Я его проходил только тогда, давным-давно на релизе, у меня не тянул комп его нифига. Я думаю, сейчас он потянет. У меня Steam версия, но Steam версия только с английским языком была, поэтому я накатил полу-кастомный, полу-оригинальный русификатор, по идее. Потому что я помню, когда давным-давно у меня была лицензия, лицензионный диск, на котором был Doom с полным переводом, как текста, шрифтов на стенах, на компьютерах и голоса. Так, настроечка у нас. Так, система. Ну, короче, всё по максимуму стоит. Так, новая игра. Ну, я её уже запускал, проверял, естественно. По идее, с этим русификатором могут быть проблемы с получением достижений в Steam'е. То есть это надо учитывать. В принципе, на эти достижения плевать. Вот, поэтому давай, Doom 3 оригинальный. Давай на сложном пойдём. Мы опытные. Объединённая аэрокосмическая корпорация UAC, самая крупная в истории человечества. Созданная изначально как производитель оружия и охранных систем, впоследствии она занялась бionaуками, изучением космоса и другими научными направлениями. Благодаря неограниченным средствам и возможности игнорировать нормы морали и закона, UAC контролирует самые высокие технологии в истории человеческой расы. Так вот, в принципе, этот Doom, как и любой другой Doom, по-моему, не связан никак. Я не знаю, совсем старые Doom связаны как-то с сюжетной линией или там везде разные люди были. Но персонажи, потому что я в них играл, знаешь, как вот аркаду запустить и всё, и чуть-чуть поиграть и закрыть. Полностью я совсем старые Doom и не проходил. Я проходил только этот Doom. Ну и, соответственно, новость на строку, да. Но я помню, что этот Doom тогда для меня был прям таким даже хоррорным. Даркстар, кардинады траектории 07063.38000. Понял вас, Даркстар. Подходите с Азимута 07063 через точку 38000. Так точно. Он был таким более хоррорным, тёмным. Мы видим их без Родероса. Они сейчас приземлятся. Отлично. Отправьте этого инспектора Сфона сразу ко мне. Чего не скажешь о Doom 16-го года. Он был более таким. Он стал более ярким. Конечно, кровавым капец. Тоже в стиле Doom всё было. Даркстар, причал свободен. Швартуйтесь. С возвращением. Но он стал другим. Но мне он тоже понравился. А вот, собственно, и мы. Не верю, что пришлось лететь самому. Я так не хотел. Он не оставил вам выбор. Хватит. Мне уже надоело. Заниматься кризисным управлением после его художеств. Ладно. Вы управляете. А если не получится, я им устрою кризис. Так или иначе, мы должны заставить Бетругера подчиниться. Вот мы. Как скажете, инспектор. На момент выхода графа дала прикурить вообще всем. Так, игровые опции. Тени от фонарика. Всегда бежать. Автоперезарядка оружия. Помощь в прицеле. Не, не то, а система. Субтитров, короче говоря, нету, да? А я ещё раз перепроверил. Да, субтитров нету. Ладно. Когда вы подойдёте к интерактивному компьютеру, к интерфейсу, ваше оружие, ну это, да, у нас оружие скроется. Добро пожаловать на Марс. Здорово. Все вновь прибывшие должны пройти регистрацию. Пошли. Добро пожаловать на Марс. А чё у нас такое какое-то всё мытое? Или так и должно быть? Так, система. А чё за размытие? Можно его выключить? Ну-ка, посмотри на меня. Вот, он как-то почётче стал, нет? Нафига нам это размытие дурацкое? Я должен добраться отсюда. И улетай отсюда. Ты тоже беги. С прибытием на Марс, солдат. Здорово. Встань на один из красных квадратов на полу. Я просканирую тебя. Это займёт всего пару секунд. Окей, начинаем. Не шевелись. Если будешь двигаться, сканирование займёт больше времени. Как скажете, сэр. Ну вот. Биоскан в норме. Можешь выходить. От лица UAC приветствуем вас в Марс-Сити. Марс-Сити служит центром всех научных изысканий, археологических исследований и военных операций на Марс. Основная забота его есть. Прибытием, солдат. Впервые здесь. Сумку оставь здесь. Её отправят в казармы. Хорошо. Сначала сообщу тебе о главном. Это твой карманный компьютер. Без него тебя никуда не пустят. Когда тебе дадут допуск к охраняемым зонам, эта штука откроет замки. Это очень важно. Не потеряй. Так, так. Сержант Келли требует немедленно явиться к нему. Отправляйся прямо в штаб десанта. Тебе туда. Сориентируешься. Так, ладно, погнали. А несите свою службу, как подобает военному текущие задания. Отлично. Да, наш КПК. Представляешь, что в те годы были ещё КПК, такое понятие было. Да, и вот люди думали, что компьютеры в будущем будут именно вот такими. С помощью КПК самых разных людей, да, мы будем получать доступ. В Марс Сити не курят. Просим вас курить только в специально оборудованных местах. Спасибо за сотрудничество. Так, доложите управление морпехов. Почта. Пропавший персонал. Джонатан Иши из научной команды Дельта пропал. Охрана опасается, что он получил травму и не может ответить. И вернуться на свой пост. Пожалуйста, поищите доктора Иши и сообщите охране UAC, если он найдётся. Последний раз её увидели в подземке в Марс Сити, когда он подходил к шлюзу, ведущему к старому строению. Хорошо. Ченка. Боюсь, вы ничего не получите, пока мой доклад не ляжет на стол управления. Я требую права доступа везде, в том числе в Дельту. Надеюсь, с этим проблем не возникнет. Только если вы не будете путаться у меня под ногами, Свон. Вскоре здесь случится необычайное. Вот увидите. Пошли. А знаешь, что это у него в чемоданчике с собой? Знаешь, что? А вот мы потом уже узнаем это ближе к концу игры. Вот я помню, что у него там. Ну погнали дальше. О, здрасте. Так, драться я пока не могу. Позади меня находится ХП. Вот. Я, наверное, к следующей серии подготовлюсь и в другой уголок себя поставлю. Несчастные случаи. Теперь это так называется. Ну да. Доложить сержанту Кэрри. Он в штабе. Я из научного отдела дам. Выходите, запросите дополнительную охрану. Пулеметики. Не торопился, солдат. Так, теперь о задании. Пропал ученый. Это не первый случай. Ты новичок, тебе и искать. Заодно и освоишься. Твоя задача проверить заброшенный центр связи. Говорят, он направлялся туда. Пройти в центр можно через подземный уровень Марс-Сити. Я запрограммировал робота. Он проводит тебя к лифту на подземный уровень. Надеюсь, хоть с роботом ты дорогу найдешь. Внизу лифта поста охраны. Там тебе выдадут алжи. Когда найдешь ученого, просто приведи сюда. Живого и невредимого. Понял? Свободен. Есть. Так, робот нас проводит. Серьезно, я буду видеть вот такое сохранение? А раньше оно было? Ну нет, в BFG Edition интерфейс поменяли. Я, кстати, первый раз играю в BFG Edition. Так, погоди, а ты... Скач его не видела. Что пишет? Представляем еще одну великолепную разработку UAC. Плазмомет Макс-4. Ой, серьезно? Это целевое оружие для боя на средней дистанции. Плазмомет выпускает поток симпатической плазмы резервы как... Выключись, нафиг. Слышь? Дай оружие. Блин, он не обращает на меня внимания, собака такая. Внимание сотрудников КАРА. А мне снаряжение не должны полетать? Вы хотите получать больше денег, исследовательским лабораториям Дельта нужны добровольцы. Вся информация у ваших менеджеров по КАРА. Подожди. Опа. Братья ПЦК полезно. О! Чтоб ты понимал, если заморочиться и получить там сверх кучу очков, то получится, что ты откроешь какое-то, то ли не то, чтобы достижение, а... Что-то тебе должны будут дать, вот не помню, что. Я помню, давным-давно еще, знаешь, я об этом читал в Агромании, и сам я так не задрачивался, конечно. Столько времени тратить, чтобы убивать это дело. К вашим услугам самые квалифицированные врачи Солнечной системы. А мне оружие, броню дадут? Погоди. Нет, показалось, пошли дальше. Все, проводил минон, да? Найдите вход в зону обслуживания. Пароля мы не знаем. Техник-ремонтник Адам Берниш. 10 ноября 2145 года. Сегодня утром я починил муфты теплопередачи. Все в порядке. Но когда я с ними возился, опять случилось странное. Я наладил первую группу муфт, собрался переходить к следующей, и тут услышал шепот. Шепот. Попытался найти, откуда идет звук, но ничего не обнаружил. Потом я проверил журналы. Кроме меня на этом уровне вообще никого не должно было быть. Страшновато. А если вспомнить, что мне рассказывали ребята из Дельты, то просто страшно. Я уже тихо ненавижу работу в подземном ремботе. Здесь все ходят как пришибленные, дергаются от малейшего шороха, глядят как-то странно. Не хорошее это место в общем-то. Такое ощущение, что на меня вот-вот кто-то набросится. Инструменты и полетевший модулятор я положил в складской шкаф. Рядом с лифтом на подземный уровень. Код замка 396. Конец записи. Пули. А ведь я помню специально в каком-то из журналов игровых в те времена расписали все эти коды в те времена, когда еще не было интернета у меня. И это было так круто. Добро пожаловать в подземелье, солдат. Самое скучное место на Марс. Одну минуту, я выдам тебе броню и пистолет, а то что это за солдат без оружия? Ну, не без брони. А можно мне вот этот вот? Теперь ты готов к бою. Сейчас я проверю радио. Слушай, а с этой стороны патроны будут. Охрана Марса, проверка связи. Отлично, прием нормальный. Ты смотри, что они сделали. В заброшенный центр связи. Это вниз по лестнице. Видишь фонарик? А дальше все время прямо и наружу через шлюз. А раньше-то такого не было. Ты можешь пробежаться без воздуха, зато получишь шанс поближе познакомиться с Марсом. Раньше-то такого не было. Окей, все в порядке. Раньше фонарик был на правой кнопке мыши. Не буду штатских сняли, они тут работают. Ну, это, конечно, шутка была, но мы можем их убивать. Так, подобрать еще один. Это хилка была. Ты сумасшедший, да? Ну, хрен его знает насчет полисообразности. Такого вот. Гранд Бастон, мастер ремонтика. Сегодня 19 октября. Ко мне поступает все больше сообщений о необъяснимых вещах. Работать на другой планете, да еще и под землей, само по сути, немного жутковато. Так что, всегда кому-то что-то чудесно. Превожит то, что в последнее время таких сообщений все больше и больше. Люди напуганы. До нас доходит жуткий спутник про эксперименты. Что же, пикер, пикер. У вас вообще, почему это работает? Мигает. А пару раз за день выключается на несколько минут. Еще больше нагнетает обстановку. Я делаю все, что могу, чтобы держать моих ребят в форме, но нас постоянно не хватает людей. Каждый день кто-то заболевает. Я буду держать своего начальника в курсе ситуации и регистрировать новые сообщения по мере их поступления. Конец записи. Видишь, теперь фонарик, короче, не требует второй руки, но при этом у него он заканчивается. А, ты тут новичок, который ищет старый центр связи? До него тебе придется топать по улице, так что не зевай. Придется пробежаться от шлюза до шлюза. А, не бойся, в твоем костюме неплохие запасы кислорода. А как же... Ну, давление, вот это вот все. Ага, баллончики можно подбирать. Но это пока что изи. У нас 90 секунд. Хотелось бы и 15. С запасом с большим. Ну, в смысле, слишком копаюсь? Я только прибыл. Я вообще не знаю, где здесь что. Я же говорю, темно и страшно, да? Звуки еще такие нагнетающие. Дум 16-го года прям жесть начался. Нет, 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 ради всего святого. Дайте мне отослать это сообщение. Их надо предупредить, пока еще не поздно. Иначе все. Иначе... Вы просто не понимаете. У вас не хватит знаний, чтобы понять. Дьявол, он существует. Я знаю. Я построил его крепко. Я знаю. Ну, песец. Так, сохранение. Ну, все, мясо, мясо началось, мясо. Повторяю. Возвращайтесь в штаб десанта и ждите дальнейших. Не хочу туда прыгать. Смех какой-то страшный. А, тут нечего ловить-то. Пошли туда. Вот раньше игры делали, да? Пляха-муха. Темно еще так. Командиры отрядов. Доложите обстановку. Так, больше никто не придет к там. Это небольшая паника, как в любой подобной игре в самом начале. Она прям... Ааа! Падла, скотина, тварь, урод. Дай я тебя сохранюсь. Мне кажется, я сейчас обожгусь. Нет. Была бы гравипушка, кинул бы ее в кого-нибудь. Я тебя сейчас полазаю, скотина. Это же нам внизу страшно. Уйди, 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 ай, уйди отсюда. Кукаешь. Всем отрядам говорит штаб-десанта. Направлитесь к штаб и ждите дальнейших приказаний. Я не понял, мост. Уставиться же, все норм. И нахрена я это сделал? Только ради брони? А я не хочу. С любого угла могут вылезти, блин, падлы, зомби, тварьи. Ага, десант, десантура, да, десантура? Сидел ныкался, скотина, да? На самом деле, ну, в силу сложности... В силу уровня сложности сносят они нам просто превосходно. ХП. Считай, попадание из долбанного пистолетика и все, и хана. Спину надо прикрывать. Фрэнк Деллахью, начальник энергостанции. Запись от 18 октября 2145 года. Нагрузка на энергосистему на 23% превышает номинальную. Я удлинил все смены до 12 часов, чтобы мы хоть как-то могли справиться с возрастающей нагрузкой. Комплекс Дельта потребляет все больше и больше энергии. Мы выходим за все возможные пределы. Если и дальше работать с такой нагрузкой, оборудование вскоре откажет. Я подал запрос о реквизиции запчастей из других отделений, чтобы поддерживать работоспособность наших систем. Я не понимаю, что происходит в комплексе Дельта, но я делаю все, что могу. Постоянный рост нагрузки уже сам по себе все поставил на уши. А еще и слухи. Если ситуация не выправится, скоро начнется натуральный хаос. Конец запаса. В смысле? Слушай, а как так-то? Раньше можно было, короче, и это, но... Фонариком бить, а теперь как? Не, я серьезно, а теперь-то как? Можно я посмотрю на настройки управления? Так, С, бег. Использовать, смотри. Рукопашный граббер 1. А! Что такое граббер? А! Почему я хочу ногти унажать, чтобы поменять оружие? Нет! Патронов мало. Ты что, дурак? А! На контрол тоже удар. Что? Что это за бредятина? Что это за херня? Где это присесть? Да, да, да. Где это видно? Присесть на контрол. Мне не нравится ситуация с фонариком. Мне больше нравилось, когда он в руке должен был его носить. Не, с одной стороны, вроде как не надо теперь переключаться, да, и играть вроде как стало удобнее. А! Фух, бляха, муха, а ты откуда вообще вылез-то? Фух, бляха, муха, а ты откуда? Обалдеть, бляху! Тут сидел под люка. Фух, бляха, муха! Ку-ку, ёпта Почти убила Почти убила, тварь, серьезно Да как так-то, ну Кто, кто, кто Ух, нет, никто Они просто везде Отовсюду, в каждой комнате Так, это к нам, да, бежит? Так, дробашь особо тратить не стоит Ух, надо чаще сохраняться Сносят очень много хп Ух, блин, я не знаю, игра топовая Прям топовая вообще Че ж ты сегодня умрешь-то? Помоги мне Помоги мне Ну че, скаты делаете, падлы, тварь, уроды Много, много патронов ушло Отступайте к ближайшему посту И держите оборону До конец связи Так, нам гости сейчас придут Стоп! Убьет! Иди в задницу У меня 112 брони И всего-то 18 хп Охренеть Игра просто заставляет тебя Заставляет Понимаешь? Давай, короче Если тебе понравилось То продолжим в следующей серии Поэтому не забывай Поддержать видео с лайком Подписаться на канал Поставить колокольчик Чтобы не пропустить выход нового видео Также Подписывайся в группу ВКонтакте В мой инстаграм Ссылочки в описании Всем спасибо за просмотр И пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok